здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут елена ермина и я рада вас приветствовать на своем канале спасибо что смотрите мой канал подписывайтесь и ставите лайки сегодня у нас необычный с вами мастер-класс я хочу вам рассказать принцип вязания топа кофточки на любой возраст и размер одежды данную модель кофточки я бы посоветовала связать начинающим рукодельницам которые только-только учатся вязать крючком и вяжут плечевые вещи это наиболее оптимальный вариант для того чтобы связать свою первую вещь крючком если вы уже опытная рукодельница то для вязания вам достаточно схемы все схемы я прикрепила в конце видео можете сделать криншот с экрана и распечатать вязать по моему видео уроку и по схемам прошу данное видео смотреть внимательно и желательно до конца для вязания кофточки нам потребуется пряжа для летних моделей я рекомендую использовать пряжу с натуральным составом это может быть стопроцентный мягкий хлопок или мерсеризованный и крючок размер крючка указан на этикетке производителя пряжи в данном случае здесь размеру крючка указан 24 вы можете подобрать крючок зависимости от того какую плотность вы хотите получить можно выбрать крючок номер два и максимально здесь 4 это будет у вас наиболее такое мягкое рыхлое изделие лучше конечно выбирать средний вариант как делаю я вязание образца я вижу например несколько рядов одним крючком например номер два несколько рядов крючком 225 два с половиной и так далее и уже определяюсь с номером крючка и с той плотностью вязание которую я хочу получить в готовом изделии номер крючка выбираю в процессе вязания образца мои зрительницы очень часто задают мне вопрос где я покупала и заказывала крючки клавер soft touch эти крючки я покупала очень давно на просторах интернета я нашла и заказала их заказывал я их в эстонии если мне не изменяет память и сразу же заказал несколько номеров здесь у меня представлены четыре номера я часто вижу и этими номерами других у меня там есть немножко побольше но я ими редко пользуюсь самый ходовой крючок это номер два видите у него даже стерлась к напыление я им очень часто вижу и вижу очень давно им далее самый такой часто используемый это номер 225 два с половиной есть также номер 2 75 у меня его нет в наличии и номер три вот этим крючком я очень редко пользуюсь девочки погуглите интернете я думаю что вы без проблем и труда не сможете найти магазина в которых можно приобрести вот такие крючки перед началом вязания также нам необходимо снять мерки с фигуры у всех тип фигуры разный размер разный так что снимаем для себя индивидуальные замеры для расчета вязания нам необходимо с вами обхват груди обхват груди эту мерочку снимаем по выступающим точкам например у нас будет обхват груди 100 сантиметров полу обхват 50 сантиметров данную модель кофточки можно вязать по кругу и также каждую деталь деталь переда и спинки можно связать по отдельности и выполнить боковые швы я сейчас вам расскажу принцип вязания данной модель кофточки топа по кругу также мне задают вопрос в комментариях сколько же петелек набрать для того или иного размера я никогда не не считаю количество петелек если вяжу крючком конечно если за спицами то без расчета не обойтись но сейчас я покажу вам свою методику как я вижу обязательно люблю легко просто и быстро и минимум считать минимум сложности сейчас я поделюсь с вами своим способом и методом всегда начинаем вязание любой вещи связание образцам для того чтобы выполнить расчеты вязать я буду образец из пряжи был ламбре батик торговая марка лизе страна производства пряжи турция стопроцентных хлопок метраж 900 метров 250 граммах крючок рекомендую производитель 24 цвет пряжи 74 96 я буду вязать крючком номер два с половиной вяжем образец лучше всего вязать образец 10 на 10 сантиметров размера образца и набираю цепочку для образца количество петелек я не считаю меня в данном случае интересует количество рапортов вещи я вяжу точно так же я не считаю количество петельки набираю цепочку допустим обхват груди 100 сантиметров то цепочку и набираю где-то 110 сантиметров 115 сантиметров и на эту цепочку потом накладываем рапорты а количество рапортов я уже высчитываю сколько у меня должно быть в первом ряду каким образом посчитать я сейчас вам все расскажу и покажу набрали цепочку произвольной формы допустим нам нужен образец 10 сантиметров измеряем здесь примерно 11 сантиметров и приступаем к вязанию первого ряда вязать узор я буду вот по этой схеме узор можно вязать прямыми обратными рядами и по кругу сейчас мы будем вязать с вами по кругу для того чтобы вам связать кофточку без шва сразу же будем соединять образец в круге вам покажу принцип вязания значит начинаем ряд провязываем дополнительно 3 петельки подъема раз два три четвертую петельку цепочки отсчитываю конца от конца раз два три четыре вот в эту петельку провязываю один столбик с одним накидом следующую петельку провязываю еще один столбик с одним накидом с учетом трех петель подъема связали три столбика с одним накидом 1 воздушная петелька провязываем во вторую петельку вот эту петельку пропускаем во вторую петельку вяжем один столбик с одним накидом следующую петельку цепочки вяжем второй столбик с одним накидом следующую петельку вяжем 3 следующую петельку 4 и 5 следующую петельку 5 столбик с накидом все связали с вами один раппорт раппорт у нас состоит из шести петелек начало раппорта вот это первая воздушная петелька и заканчивается раппорт пятым столбиком с одним накидом всего задействовано 6 петелек 6 петелек это основа одного раппорта ширину и высота раппорта всего лишь один ряд приступаем к вязанию 2 раппорта по счету 1 воздушная петелька петельку пропускаю следующую петельку провязываем 1 столбик с одним накидом и так далее в каждую петельку мы провязываем по одному столбику с одним накидом всего у нас должно быть связано 5 столбиков с одним накидом мы связали 1 2 3 4 5 1 воздушная петелька приступаем к вязанию 3 раппорта раппорт у нас начинается вот с этой 1 воздушной петелькой пропускаем петельку цепочки следующую петельку провязываем первый столбик из 5 далее мы вяжем еще четыре столбика с одним накидом в каждую петельку цепочки как раз два три четыре пять провязали 5 столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька пропускаю петельку следующую петельку вяжем еще пять столбиков с одним накидом 1 2 3 4 и 5 1 воздушная петелька и заканчиваем ряд мы начинали с вами 3 3 столбиков с одним накидом раппорт у нас состоит из 5 столбиков с одним накидом нам не хватает здесь двух столбиков для того чтобы соединить вот этот рапорт мы сейчас конце ряда провязываем пропускаю одну петельку в следующую петельку провязываем 1 столбик с одним накидом и в следующую петельку провязываем второй столбик с одним накидом и если вы вяжете прямыми обратными рядами то вяжите сюда же третий столбик с одним накидом то есть вязание должно быть начинаться и заканчивается одинаково если вяжется узор прямыми обратными рядами так как мы сейчас рассматриваем способ вязания по кругу то я соединяю второй столбик в конце ряда с началом вязания при помощи одного соединительного полустолбика без накида в основании 3 петельки подъема 1 2 3 провязываем за обе петельки так можно 1 соединительный полустолбик без накида все соединили вязание в круг далее узор можно вязать только по лицевой стороне по кругу а можно вязать второй ряд по изнаночной стороне поворотными рядами какой способ я называю вязание по кругу поворотными рядами почему мы вяжем по кругу поворотными рядами для того чтобы вот этот стык место соединения начала ряда и окончание ряда она не смещалась как правило смещается влево и вот этот переход его станови он становится заметным то есть у вас получается вот этот шов он любом случае будет виден если присмотреться и он уходит у вас немножко вот смещается он идет не вдоль оси а идет немножко со смещением вот чтобы вот этого не было этой погрешности вязания я всегда вижу такие вещи по кругу поворотными рядами давайте покажу каким образом я это делаю набираю цепочку из 3 воздушных петелек эти петельки у нас петельки подъема и засчитываются как за столбик с одним накидом далее мы продолжаем вязать узор вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом следующую вершину столбика провязываем столбик с одним накидом 1 воздушная петелька следующую вершину мы провязываем столбик с одним накидом и так далее вяжем до конца ряда то есть над воздушной петелькой мы провязываем воздушную петельку а над столбиком мы вершину этого столбика за обе стеночки за обе петельки вяжем судите передняя стеночка задняя захватываю за обе стеночки петельку и провязываю столбик с одним накидом 1 воздушная петелька над петелькой следующую вершину столбика провязываем 1 столбик с одним накидом то есть у нас следующий раппорт и над каждым столбиком мы вяжем по одному столбику с одним накидом раппорт у нас состоит с вами из 6 петелек так провязала 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и приступаем к вязанию следующего раппорта из каждую в каждую вершинку столбика вяжем по одному столбику вот таким образом мы вяжем второй ряд и он у нас вяжется по изнаночной стороне образца то есть у нас все нечетные ряды вяжутся по лицевой все четные ряды по изнаночной 1 воздушная петелька и вяжем следующий раппорт сейчас вяжем еще с вами один ряд того чтобы еще раз посмотреть принцип соединения вязания по кругу начало ряда и окончания так как очень часто мне задают вопросы как связать узор по кругу так связали раппорт 1 воздушная петелька и у нас здесь с вами в конце ряда было связано 2 столбика с одним накидом вот в каждую вершину 1 и 2 столбика я провязываю по одному столбику с одним накидом все довязали теперь нам нужно соединить опять же я провязываю в третью петельку подъема 1 2 3 1 соединительный полустолбик без накида вот таким способом все как продолжить вязать третий ряд набирать спочку раз два три разворачивание на другую сторону так можно развернуть для удобства и опять же вяжем по лицевой стороне образца так как это у нас нечетный ряд вершину каждого столбика мы вяжем по одному столбику с одним накидом 1 воздушная петелька следующую вершину вершину первого столбика провязываем 1 столбик с одним накидом вяжем 2 3 4 5 столбик с одним накидом 1 воздушная петелька и продолжаем вязать следующий рапорт и так далее таким образом у нас вяжется данный узор по кругу поворотными рядами связала я образец всего мне здесь связано раз два три четыре и по бокам у нас идет 5 рапорт рапорт состоит из 6 петелек в основу рапорта входит 5 столбиков с одним накидом и 1 воздушная петелька это у нас основа 1 рапорта 6 петелек следующий рапорт у нас опять 5 столбиков с одним накидом 1 воздушная петелька для того как вы свяжете образец необходимо провести работой повты его это постирать образец высушить естественным способом и при необходимости отпарить если позволяет пряжа некоторую пряжу нельзя и не рекомендуется отпаривать и давайте с вами выполним замеры получается у нас ширина образца 11 сантиметров и здесь у нас 5 рапортов выполним замеры одного рапорта замеряю вот эту одну воздушную петельку и 5 петелек там где мы вязали столбики с одним накидом получается около двух сантиметров один рапорт выполняем расчеты обхват груди у нас 100 сантиметров 100 сантиметров делим на 2 так как у нас один рапорт примерно два сантиметра получаем 50 рапортов либо 1 2 это будет по 25 рапортов деталь переда и деталь спинки спинка плюс перед равно 50 рапортов и плюс помимо того что можно при желании прибавить еще один рапорт на свободу прилегания зависимости от того какую посадку изделия по фигуре вы любите либо по фигуре либо свободный вариант можно один и либо два или два рапорта это будет у вас очень свободное прилегание так по нашим расчетам у нас получилось что если мы будем вязать с вами по кругу необходимо набрать всего 50 рапортов узор рапорт у нас 6 петелек то есть вы либо высчитывайте количество петелек либо вяжите как я набираете просто цепочку 12 почки 110 115 сантиметров и вяжите первый ряд провязывая 50 рапортов для размера 50 это у нас размер 50 российский 50 рапортов провязали замкнули вязание в круг как я вам показывала в мастер-классе вяжите до необходимой длины до уровня пройм вот здесь у нас будет с вами сейчас формирование проймы каким образом сформировать проймы мы вот этот вариант сейчас с вами рассмотрим можно выполнить проймы а можно связать кофты прямым полотном и вас будет приспущенный рукав вот эти подрезы их не обязательно провязывать а можно просто начинающий рукодельницы связать разделив вот это вязание которое у вас связалась по кругу на деталь переда и спинки и вязать каждую деталь отдельно до уровня плеч плечу как правило вот здесь глубина проймы сейчас я вам покажу есть а стандартная таблица для всех размеров давайте рассмотрим каким образом выполнить подрезы значит у нас ширина вот этого подреза как правило от трех с половиной до четырех с половиной сантиметров зависимости от размера среднее значение подрез у нас будет три с половиной либо четыре сантиметра рабочую нить прикрепляем закрепляем вот допустим середине раппорта и начинаем с вами выполнять вот эти подрезы набирают цепочку из двух воздушных петелек далее вершину столбика с одним накидом я провязываю 1 столбик с одним накидом и таким образом мы довязываем это у нас формирование подреза с одной стороны кофточки и далее вяжем по узору до конца ряда для формирования подрезан с другой стороны кофточки далее мы опять довязали до середины вот этого раппорта крайнего и провязываем вот здесь вот оставляем первый и второй столбик это получается у нас слева 2 3 мы провязываем как два полустолбика давайте еще раз покажу 2 и 3 мы провязываем как два полустолбика с одним накидом с общей вершиной таким образом мы делаем закругление для подреза значит вот здесь вот эта сторона у нас с вами с обеих сторон слева и справа получается три с половиной сантиметров каким образом сколько раз делать убавку допустим у нас объем груди с вами был 50 полу обхват груди 50 сантиметров 50 минус 40 сантиметров 10 сантиметров 10 сантиметров нам необходимо убавить для того чтобы выйти на вот эту ширину плеч у нас это полотно должно быть 40 сантиметров мы с вами вот здесь уменьшили на три с половиной сантиметра слева и справа оставили для подреза три с половиной умножить на два семь сантиметров 10 минус 7 равно 33 разделить на два получится один с половиной то есть один с половиной потом папа полтора сантиметра мы должны убавить еще с обеих сторон для того чтобы у нас получилось ширина плеч 40 сантиметров и мы с вами будем убавлять здесь у нас должно быть расстояние значит три с половиной сантиметра мы уже с вами убавили плюс один с половиной получается 5 сантиметров должно быть убавлено с каждой стороны слева и справа детали спинки и полочки деталь спинки деталь полочки вяжутся подрезы одинаково а всего у нас у бабочка будет 10 сантиметров 5 плюс 5 равно 10 сантиметров мы вот на 10 сантиметров уменьшим общую ширину детали спинки для того чтобы прийти тиском и ширине плеч а ширина плеч у нас с вами 40 сантиметров должна быть ну-ка в зависимости опять же у всех фигуры разные кого-то широкие плечи у кого-то узкие несмотря на большой размер одежды далее мы делаем бабочку во втором ряду провязываю 2 воздушных петельки разворачиваю за не на другую сторону и вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом уменьшили еще на 1 столбик то есть у нас в первом ряду было минус 1 столбик во втором ряду минус 1 столбик всего уменьшили полотно на 2 столбика либо на 4 столбика в двух рядах так как у нас у бабочка идет с каждой стороны детали спинки и детали перед деталь спинки и деталь переда вяжем абсолютно одинаково проймы подрезы довязываем до конца ряда и будем формировать подрез уже с левой стороны от вязание так вот здесь вот смотрите я довязываю и у меня осталось здесь вот мы связали два столбика с общей вершиной они у нас засчитываются как за 1 и давайте сделаем еще одну палочку вершину столбика с 1 накидом провязываю один полустолбик с одним накидом вместо соединения столбиков вершину провязываю второй полустолбик с одним накидом соединяю все петельки вместе сделали у бабочку еще на один столбик то есть у нас каждом ряду минус 2 столбика всего в двух рядах получилось у нас минус 4 столбика здесь у нас в итоге получается один столбик и давайте сделаем с вами замеры насколько у нас убавилось полотном три сантиметра допустим вот у нас здесь у бабочка произошла то есть его по нашим подсчетам у нас должно быть пять сантиметров здесь вот вы оставляете либо три либо три с половиной сантиметров вот этот отрезок ну это зависимости от размера может максимальная ширина вот этого отрезка четыре четыре с половиной сантиметра и делайте вот в каждом ряду у бабочки до нужной ширины плеч в нашем случае ширина плеч 40 сантиметров вот этот отрезок вот этот деталь переда и спинки должно быть 40 сантиметров ну 40 41 вот этот отрезок он должен быть равен ширине плеч ну по 0 5 1 сантиметров плюсом допускаться но не меньше иначе вас рукава будут некрасиво некрасиво посадочка будет тогда вязали вы до уровня формирования выреза горловины теперь необходимо разделить полотно на определить центральную ось на две части и будем формировать вырез горловины опять же вырез горловины может быть разные в зависимости от того какой вырез вы любите либо под горлышко либо открытый вырез либо очень сильно углубленный летний вариант с открытыми плечами и так далее вам необходимо здесь еще два показателя это глубина здесь у нас деталь передам и деталь спинки у нас здесь немножко вырез поменьше как правило я оставляю здесь всего лишь два ряда провязываю не довязываю два ряда от общей высоты проймы нам нужна глубина выреза и ширина определяемся вот с этими показателями с этими значениями и начинаем формировать вырез горловины ширина горловины может быть 16 общее и 20 до 20 сантиметров глубина зависимости от того какой декольте вы хотите получить также может варьироваться от 8 и даже до 14 сантиметров вот этот отрезок 8 14 сантиметров может даже быть 16 делите полотно на две части и формируем вырез горловины что касается пройм то высота проймы зависит от глубина проймы зависит от размера допустим для 50 размером высота 22 сантиметра для 48 примерно тоже 22 для 44 20 для больших размеров допустим кто вяжет на большой например 58 глубина проймы 23 сантиметра то есть от 21 до 24 сантиметров это глубина высота проймы я обычно вижу 21 21 с половиной даже 21 22 так вот у меня зависимости от того что я вижу если кардиган то делаю высоту глубину 22 даже 22 с половиной сантиметра чтобы у меня был свободный такой рукавчик не сковывал движения для летней кофточки достаточно 21 сантиметр либо 21 с половиной летний вариант кофточки 21 21 с половиной сантиметра это кофточка кардиган 22 23 сантиметра высота проймы все если хотите можно еще вывязать сквозь плеча но это не обязательно делать вырез горловины формируйте точно так же как мы с вами вязали подрезы то есть делите полотно пополам и вот эти у бабочки делайте уже от середины также как мы вязали с вами закругление для проймы вот эти убавки вяжите только начинаете от центральной оси вяжите их уменьшаете столбики по одному в каждом ряду слева и в каждом ряду по одному столбику справа здесь необходимо также перед тем как начинать делать убавки также бабочки можно сделать таким образом здесь у вас центральная ось здесь ширина горловины 20 сантиметров пополам это у нас будет 10 сантиметров и 10 сантиметров когда вы разделили полотно на левую часть и правую то вы из двух моточков вяжите каждую деталь отдельно значит один одна рабочая нить у вас идет для того чтобы вывязывать правую часть друга рабочая нить идет для того чтобы вязать левую часть от центральной оси можно отложить отрезок например 8 сантиметров и здесь вот у нас остается два сантиметра с каждой стороны для того чтобы сделать у бабочки убавить вот эти два сантиметра для того чтобы получилась у нас вот такая кривая красивая линия для скругления вот этого выреза горловины получается вы пересоединяете вы здесь у нас допустим центральная ось откладывайте отрезок допустим 8 сантиметров влево 8 сантиметров вправо присоединяйте нить там где у вас 8 сантиметров и вяжите поворотными рядами делаю бабочку как вот мы убавляли когда формировали подрезы и для того достигнуть даже чтобы достигнуть ширины горловины у вас получилось в итоге 20 сантиметров и вяжите до уровня плеч сегодня я попыталась рассказать вам принцип вязания кофточки конечно если показывать наглядно это более понятно все выглядит но для того чтобы снимать подробно обучающий мастер-класс и необходимо очень много времени сил для вязания про снятия процесса вязания монтажа видео процесс очень трудоемкие и много-много затрачивает стил энергии свободного времени и на все модели я конечно не делаю мастер-классы бывает что-то вижу за кадром для себя своей семьи так как если процесс трудоемкий то как говорится вижу каждый день для удовольствия но не на все снимаю мастер-класс так как нет у меня столько времени каждый труд должен быть оплачен я не могу снимать каждый день бесплатные мастер-классы просто разобрались сейчас принцип вязания и поделилась с вами схемами и узором с вами была елена ирмина все пока пока до новых встреч на моем канале удачи Продолжение следует... Продолжение следует...